Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала. Спасибо, что не пропускаете рекламу. Сегодня мы расскажем вам о забойной стойке нашего изготовления. Оценивайте видео, ставьте лайки, кому понравилось или дизлайки, кому не понравилось. Приятного просмотра! Привет! Вот такая вот стойка забойная у нас. Это раскладушка рекламная, старая, там откуда-то стоит работающая. Я ее подрезал, ножки покороче сделал, чтобы было поудобнее. Использовал поперечную такую вот, для того, чтобы сюда можно было внедрять конусы забойные. Это дорожный конус простой. Он продается, я покупал в автозапчастях. Значит, здесь полоску приварил, расстояние 20, для того, чтобы вот три вида конусов у меня сюда вставало. Значит, почему их три вида? Смотрите, этот конус у меня на особей от, сейчас скажу, в районе 3 килограмм. Этот в районе 2,203. Этот для маленьких цыплят, если нужно маленького цыпленка убрать, я использую его. Значит, здесь конус над ведром стоит. Здесь подставка, для того, чтобы, ну, здесь можно поставить тазик, тогда подставка убирается. Но, как вариант ведро, на этой подставке. Значит, вот мы берем средний конус, допустим, цыпленок у нас весит, ну, ориентировочно в живом весе, там, скажем, 2,800. Мы сюда его вниз головой погружаем, аккуратно крылья складывая погрузили. Здесь торчат лапы, лапы лучше наверх поднимать, он их все равно уберет, но так меньше он формируется. Вот, здесь у нас появляется голова. Мы берем рукой голову, у нас на стойке всегда дежурный нож. Покажи, вот он. Вот дежурный нож, острый, заточенный. Да? Берем назад чуть вот голову. А, значит, курицу, получается, спиной к себе помещаем. То есть, гребешок у нас вот здесь, голова здесь. Режем с той стороны шеи. Вот. На себя, получается, движение, да? Нет. Значит, вот держим голову, вот так вот держим голову, и, получается, чуть выше уха делаем прокол, перерезаем еремную венную артерию, и у нас сходит кровь. Значит, можно придержать рукой, можно отпустить. У меня здесь сделано так, что если он болтается, болтает головой, то кровь разбрызгивается в ведре, ничего никуда не это, не попадает более. Вот. Лучше придержать, ему будет спокойнее, проще отойти. Вот. Далее начнутся здесь конвульсии, судороги, да? Он начнет ногами дергать. Когда он успокоился, мы берем за ноги, подвешиваем на петлю. Вот здесь у нас набор крючков, да, с веревками, но это пока временно, и все это будет потом нормально сделано. Вот на такую петлю, вот сюда ноги, на удавку мы подвешиваем на эту стойку. Вот. Остатки крови стекают на землю. Я рекомендую многим, и так делаю, значит, кровь имеет свойство запекаться, да, как сворачиваться, поэтому я не брезгую, беру рукой и шею вот так разминаю, сбрасываю вот эти вот куски спекшейся, свернувшейся крови. Сгустки. Да, и кровь начинает, остатки далее сходить. Да, так это позволяет максимально спустить кровь, потому что если этого не сделать, то часть все равно не сойдет, останется в курице, вот. Все. В принципе, вот такая мобильная стойка, я все делаю мобильным, потому что мне так больше нравится. Я могу это собрать, переставить другое место, это все легко, демонтируется, монтируется, вот так, короче говоря. Для новичков подскажи, пожалуйста, что еще бывает, когда рубишь курицу, режешь. А, это в этом плане, но я на нее не обижаюсь из-за этого, потому что я ее жизнь не лишаю, она должна как-то не отомстить. Вы квиты. Да, вот отсюда вот с этой части бывают фонтаны, будьте внимательны, рот держите закрытым. Потому как, ну, ну, сами понимаете, смерть, она некрасива сама по себе, поэтому расслабляются мышцы, организм очищается, и бывает, что у кого с этим проблемы, жидкий помет, то он может тут нормально брызгануть. Извините за подробности, но как бы вот говорю, да. За шиворот в лицо спокойно это может попасть. Учтите просто для себя этот момент. Это как бы издержки производства, так скажем. Я не обижаюсь, еще раз повторяю, что вот так, короче. Мне кажется, некоторые куры специально накапливают побольше, чтобы тебе подопределы. Вот, отомстить. Еще такой момент, что эта стойка переносная по той причине, что ее можно легко монтировать, демонтировать, то есть нужно куда-то перенести забой в другой угол. Здесь, допустим, что-то другое планируется делать. Вы просто ее, мы ее взяли и перенесли. Легко, один человек спокойно может это сделать, и вам не надо ничего потом будет там городить, перегораживать, все у вас уже готово. У меня была такая стойка, поэтому я на ее базе сделал вот забойную стойку. Не было бы, может быть, это другая была какая-то конструкция. Ну, короче, вот использовал, что было, и мне этот вариант нравится на данный момент. Я единственное, что не сказал, что вот эти вот все конуса нужно задвоить или затроить. Вот, допустим, у меня если идет забой крупной птицы, да, вот там, 50-дневной, то мне нужно три таких конуса по-хорошему. Я эти выбираю, сюда ставлю три конуса, сюда ставлю корыто, и чтобы ускорить работу, я делаю три прокола. Пошел там запаривать еще три, да, других. Запарил, эту подвесил, следующих погрузил. Ну, короче, вот чтобы все было более эффективно и быстрее, мне нужно, наверное, каждый конус, ну, не каждый, вот больших, мне нужно три, я думаю, да. А этих по одному достаточно. Цыплят мы не заготавливаем? Не сушки еще бывают, петушки маленькие. Ну, да, или два маленьких петушки, да, вот это вот все вот я использую. Вот такая стоечка, берите на заметку. Вот это важный момент. Скажи, ты надрез или прокол все-таки делаешь? Я делаю прокол, если ты делаешь надрез горла, то голову отрывает в парасъемной машине. Ну, велика вероятность. Но для новичков надрез лучше сначала? Или кожу, или кожу вот ее все вот так вот разорвет, расколбасит. В общем, это аккуратненький прокол, все, чуть получается ниже уха, да, ну, смотри, как смотреть ниже выше, за ухом. Все, топором рубить, я считаю, что это могут только ретрограды прям уже. У курицы, получается, шок, наверное, да, сначала, она не чувствует боли, и она засыпает в потере крови. В общем, это самый гуманный, считается, способ для того, чтобы резать курицу. И она не бьется так сильно, что случилось. А когда понимает, уже поздно понимать, все уже произошло. Конуса позволяет не ловить ее, эту курицу, по всему двору, да, как это раньше происходило в деревнях, а и она себя не травмирует, крыльями не бьет, все спокойненько здесь. Единственное, что лапы она выбивает вверх, там у нее судороги начинаются, надо поаккуратнее, а то может и повредить вас там руку или еще что-то.